Здарова, на связи Шамшурин и пару слов об отказах. Значит, смотри, то есть очень много в пикапе зависит от отказов, то есть от твоего иммунитета, от, скажем, от твоей стойкости по отношению к этим отказам, к этим словам. Нет, то есть когда тебе вообще отказывают в чем-то, то есть жизнь тебе отказывает, то есть я сейчас даже не про пикап, а про любую жизненную ситуацию, там, на работу не взяли, не знаю, в институт не поступил, там, не знаю, что еще там бывает. Ну, то есть думал, что кредит не одобрили, да, пошел куда-то там на какой-то кастинг, думал, что ты такой клевый, короче, да, а тебе сказали, чувак, ты не такой клевый, там, и так далее, то есть и все это, естественно, болезненно отражается на твоей самооценке, не только женщин, женщины здесь, это, то есть это тонкий срез всего этого. Вот, и все эти отказы, они настолько, ну, как бы, неуверенность в том, что кто-то на тебя поведется, допустим, так, по жизни, да, и кредитный менеджер, или как его назвать, в том числе, и возможность получить возможный отказ, она некоторых людей заставляет не действовать вообще. И, как бы, здесь есть такой момент, что во время тренингов, то есть по пикапу, моих тренингов, у тебя, у тебя, через тебя проходит очень много отказов, и ты проходишь через большое количество отказов, потому что, ну, допустим, до этого твое количество твоих коммуникаций и итераций с женщинами, взаимодействия с ними было минимальным, а здесь тебя просто обстряхнули, и ты начинаешь больше, больше, больше общаться, больше открывать, и, соответственно, там больше статистика отказов, больше статистика положительных реакций, ну, и, соответственно, больше статистика отказов. То есть, к чему это, что примерно половина всего пикапа, ну, в моем понимании, строится и базируется на том, чтобы привыкнуть к этим отказам, чтобы как бы закалиться, то есть, если тебя обливать холодной водой каждый день, если ты будешь каждый день ходить по снегу, если тебя бить по ноге палкой, я не знаю, не сильно, но каждый день, то в какой-то момент ты к этому привыкнешь, то есть, ты эту ногу набьешь, ты перестанешь ощущать холод в той степени в какой ощущает другие так далее то есть ты закалишься вот и без этого никак то есть это вот глупости и иллюзии когда люди говорят вот я боюсь что мне откажут поэтому делать не буду но оставайтесь жопе бля не боитесь что откажут на другой работе сейчас секунду не выключай оля серёга я в гуме второй этаж кафе armani спроси там подходи сюда мы снимаем да вот приятно работать с адекватными людьми которые не стоят что где-то что это хотя человек из перми вот это вот серьезно вот такенный парень на индивидуалку смотри то есть если ты будешь бояться что тебя откажут там на другой работе не знаю тебе откажут в кредите тебе откажут женщина какая-то откажет тебе откажут не знаю да где угодно тебе откажут да то есть как бы я боюсь спросить я боюсь попросить я боюсь претендовать на что-то потому что я могу получить отказ и связанный с этим стресс значит ты будешь уже не оставаться в жопе так как живут 80 90 процентов россиян они живут в своем комфортном мирке естественно грубо говоря нужно чтобы что-то получить нужно хотя бы попросить а иногда самое интересное что как бы тебя от твоей мечты может отделять не какая-то цепь непонятных событий там далекое чего-то просто кого-то чем-то попросил чего говорит да окей я сам ну тебе помочь не могу но есть кто-то кто может помочь бла-бла-бла и ты через две-три руки осуществил свою мечту которая казалась тебе до этого не ну вообще нереальный несбыточный чему я все это то есть я счастлив буду рассказывать про онлайн-тренинг который будет и про те я выписал возражение отговорки тех людей которые считают что им это не надо и буду ну то есть возможно ты себя сейчас узнаешь как бы смотри значит отказом могу сказать так подказом будет посвящено практически целое занятие в этом онлайн-тренинге 7 апреля который вот стартует у нас весной 7 апреля потому что я буду давать вам кучу заданий по поводу отказа потому что пока вы не научитесь нормально их воспринимать я не говорю что не будет болезненно будет неприятно но это не будет тем эффектом каменных ног когда вы из-за этого не можете двигаться дальше да вы вас не взяли на работу вы же не идете не начинаете просить милостями хотя кто-то собирается это делать вы идете на другую там у вас не получилось побороть какого-то соперника не знаю на тренировке вы тренируетесь дальше чтобы потом его воткнуть вот и так далее вы не основу нормальные люди не останавливаются блять а если вас один раз какая-то девушка свела и вы теперь решили что надо стать геем но ребята извините значит смотрите одно из занятий этого онлайна будет полностью посвящено вообще теме отказов я вам буду давать задание сейчас я могу прямо сейчас дать задание опять же 90 процентов из вас даже на это не хватит яиц и вы не оторвете свою жопу скорее всего будет так и вот это наверное самое обидное поэтому я вращаюсь к тем десяти процентам которые будут что-то делать ребят логично даже если вам страшно получить оттуда отказ значит идите получить этот отказ столько раз чтобы вы как бы поняли что это не страшно если вам страшно что вас не сочтут супер крутым чуваком ты спишь там это все нормально серёга вот значит идите и скажи девушки скажите девушки о том что вы не круто я подвиньтесь пожалуйста серёга сейчас мы до снимаем присаживайся мужик здорово вот здесь такая история поэтому я еще могу сейчас прямо порекомендовать чуть и надо сделать скажи себе я должен пойти получить там 10-20 лучше 20 отказов то есть ты себе говоришь что я буду подходить девушкам для того чтобы мне сказали я не знакомлюсь и не хочу я тороплюсь нет 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 если вдруг по каким-то причинам вам говорят ну там я знакомлюсь я хочу или да 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 значит какая-то херня неправильная вы говорите окей там записывайте телефон но идете дальше пока не соберете 20 этих отказов вы думаете о количестве услышанных в свой адрес негативных фраз из серии нет не хочу не знакомлюсь не надо и вы считаете чё ты головой мажь но мы будем и так же делать серёга чё ты выросла взять человек который вот за любой киберс дайте мне это дайте мне это смотри то есть вот такая история то что ты можешь сделать сейчас и уже посмотреть как это работает на онлайне мы будем давать и задание не только по девушкам с отказами то есть но допустим чтобы ты понимал о чем я говорю если ты придешь в макдональдс купишь там гамбургер съешь его потом придешь к кассиру еще расскажешь а можно мне добавки как ты думаешь тебе что тебе скажет или подойдешь какому-то неизвестному тебе доселе человеку на улице скажешь уважаемые а вы мне можете дать 1000 рублей в долг это очень надо то есть мы будем создавать какие-то ситуации в которых заведомо скорее всего ты услышишь определенное слово нет мне нужно будет чтобы ты к этому слову нет привык как только тебя перестанут дергать эти отказы ты словишь такое состояние которое ты даже не можешь себе представить в принципе сейчас мы с тобой находимся настолько в разных плоскостях что ты даже не представляешь насколько твоя жизнь может быть другой давай по онлайн значит он стартует седьмого числа давай подробности значит стоит он всего лишь всего лишь каких-то восемь девятьсот девяносто рублей почему всего лишь потому что если ты поищешь в интернете но не у одного тренера таких ценников нет опять же я работаю на широкую аудиторию я хочу чтобы каждый человек даже какой-нибудь студент мог себе это позволить если ты говоришь в нашем городе зарплата 20 тысяч мужик это твой жизненный выбор знаю я уверен что в твоем городе кто-то зарабатывает 21 500 там не знаю или 100 вот опять же отличная фишка которую мы рекомендуем ребятам возьми своих друзей скинься с ними то есть и у тебя будет как раз команда единомышленников с которыми ты будешь все это делать вот плюс онлайн в том что ты можешь бы принять участие в нем из любого города россии принципе точки мира то есть это может быть и снг это может нас из израиля ребята были из англии там не знаю из латвии из что канада на это само собой украина там еще то есть как бы ребята с любого с любой точки с любой локации земного шара могут принять в нем участие как проходит то есть это шесть занятий по три часа для тех кто проходил до этого мы сделали еще час мы сделали три часа чтобы было больше времени будет больше информации больше тем то есть ты меня видишь слышишь я рассказываю даю задание задаешь вопросы потом два дня ты делаешь практику на третий день приходишь то есть эти занятия растянута на две недели до тех кто говорит вечно что у меня нет на это время на что у тебя нет времени интересно у тебя нет времени на то чтобы быть счастливым на свою личную жизнь у тебя нет времени тебя нет времени как ты нашел время серёга ты сука удивительный как 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 так получилось а нос а ну как как надо было вот чеку надо было поэтому он нашел время для тех кто считает что нет времени у вас будет доступ к специальному кабинету где вы можете посмотреть предыдущее занятие в записи очень крутая фишка ребят но это не значит что вы как бы оплатили вписались просто потом посмотрели когда-нибудь записи не нифига то есть вот этот массовый эффект он работает вот так вот когда ты не один и ты знаешь что даже пусть в онлайне но обязательно в твоем городе найдутся люди которые тоже вместе с тобой проходят как их с тобой соединить я тебе еще расскажу это специальный чат то есть в чем прикол что когда кто-то кроме тебя еще заинтересован в той же самой цели если их несколько десятков сотен человек там и так далее это очень круто работает это создает какую-то такую вот в групповую энергетику так че не сказала мария она вообще такая как бы фраза с утра на меня в голове крутится если в мире есть женщины да значит они для тебя но во всяком случае я считаю так про себя значит они для меня и какая-то из них самая лучшая которую вот я сам выберу она будет моей если ну как бы ты этого не считаешь ли тебя эта фраза сейчас если в мире есть женщины значит они принадлежат тебе как и все остальные плюшки этого мира если она тебя не трогает не задевает не вызывает ни радость ни злость ну наверное печалька чё тебе сказать вот смотри я тут подобрал чё говорят ребята вообще ну там самые самые интересные кадры сейчас серёга прям буквально пять минут значит смотри а у тебя были какие-то возражения когда ты вот это самое ну когда-то собирался проходить и ты прям подумал мне надо короче я пойду страшно но ну как бы чуть я заставила при ну как бы взять и переодолеть страх а как ты понял то есть ты увидел на улице кого-то ну я лично вот смотрел завидовал как бы мне хотелось у меня была мысль взять как так почему она с ним короче какие интересные вещи говорит ну то есть да как в бизнесе да если у кого-то получилось да то есть если этот чувак заработал миллион зачем он заработал как-то то есть и логично что если ты сделаешь примерно те же самые действия то шансы на то что ты получишь там но примерно аналогичный результат если конечно звезды не встанут в позу там креветки то они мы они похожи смотри то есть я тут по выписал давай поугараем а это прикольные вещи кстати чтобы нравиться девушкам нужно много денег или хорошее авто по-любому чуваки это это факт не свет я с этим согласен что в принципе нужно много денег любому человеку и хорошее авто но вот представь из клиенты которые приносят там по 150 тысяч за индивидуалку и больше и меньше то есть как бы как ты думаешь их есть сильно проблемы с финансами следующее значит мария эта информация она для лузеров и в комментариях ребята пишут типа там что-то лох не мамонт что-то там не выбрит блин ну знаешь вот у таких людей всегда будут эти знаешь вот если вот чувак там сейчас сидит там зарабатывать деньги до проходит бм цели то есть чем бы мы не сказали у нее они всегда будут правы эти люди да то есть там но там ты короче мажор скорее всего да по-любому мажор тебе бабушка дала денег там и знаю этому телка дала потому что он что-то еще этот заработал на там на что там он на панамеру потому что он жулик ну и так далее все этих людей всегда будет такая херня что я прав я вот бедный несчастный такой вот хуя чего-то вы все вот короче плохие а я один хороший ну пожалуйста тоже твой жизненный выбор смотря я считаю что в развитии нуждаются только настоящие мужчины всякие там лузеры как раз это те кто сидят на жопе ровно и ничего не делают если сейчас себе ответишь честно вот на тот вопрос вообще ты доволен своей ситуации с женщинами ну то есть море если даже ты скажешь я подхожу я делаю хорошо тогда еще раз просите а ты уверен что это те прям вот то есть что ты ни разу не пропустил вот ту самую который действительно душа лежит то есть вот у тебя нет такого самообмана внутреннего что ты прям точно хуячишь по внутренней честности что клево это то что мне надо идешь и делаешь скорее всего это не так и мы это оба знаем поэтому если ты бы но если ты сейчас честно себе ответишь никто же этого не узнает просто посиди подумай хотя не лучше короче включи это чё там плюс сто пятьсот наверное че сейчас смотрят люди чтобы выключить мозг а я динозавр были либо не в доту мужик это тоже круто или не знаю ну опять же есть и успешные ребята есть кто почему-то стремится ну сходи в качалку то есть лишний раз если сейчас бицепс на 30 миллиметров будет больше точно тогда все сами девушки будут подходить тебе и горьбожен я тебя хочу я уже прочитал об этом все книжки в том числе и твою зашибись смотри но как говорят умные чуваки то есть сейчас подожди то есть значит как они говорят теория теория без практики бессмысленно практики без теории слепа да то есть естественно ну как бы теория это хорошо но некоторые люди просто перегружены серёга кстати тоже подгружен теории вот люди перегружены теории а толку-то если ты не будешь это применять если ты будешь например знать как тебе заработать денег в Но при этом еще для этого не делать, не знаю, не отрываться, не делать каких-то шагов, ты так и будешь без денег. Тут то же самое с женщиной. Ты можешь друзьям с вами рассказывать, как правильно общаться. Ты неправильно подошел. Но у тебя у самого будет все так же, как и было раньше. Вот, смотри, значит, и скорее всего, вот, по-любому, те, кто купил книжку и прочитал, и даже с флешкой, вот, наверное, 90% из них даже не начали делать то, что там написано. Я почему-то больше, чем уверен. И почему бы сейчас это не сделать, ну, скажем, вот, в самый подходящий момент. Девушкам нравятся брутальные качки. Ну, ребята, блядь. Да, то есть, ну, как бы парень на спорте, он, естественно, более выгоден, если он нормально выглядит, нормально одет, нормально там, ну, не с пузом, там, не знаю, не с горбом и так далее. Но, опять же, это всего не решает. Выглядеть надо хорошо, ну, надо над собой работать. Вот. Причем самый прикол-то, что, да, самые лучшие мои выпускники, да, в том числе онлайнов и живых и так далее, они далеки от идеала, вот, и те люди, которым я прям горжусь, они вот, но, мягко говоря, не Олена и не Делона там и так далее. Нужен талант, чувак пишет, нужен к этому талант, не каждому дано, точно. Да, смотри, ну, это прикол, конечно, да, то есть, как бы, ты считаешь, что вот, ну, лично я часто вижу каких-то стрёмных парней с красивыми девушками и думаю, бля, почему, например, почему она с ним? То есть, ну, у меня не возникает мысли, что она с ним, потому что у нее есть какой-то талант, значит, он подходит там, оп-оп-оп-оп-оп, и она уже с ним, точно. Зачастую фокусы, слуха, да, зачастую тебя от него отделяет только та штука, что он просто взял и попробовал, ну, сделал какое-то действие, сделал попытку, а ты ничего не сделал. То есть, тебе удобнее находиться в собственном комфорте, как бы, и говорить, что вот у того чувака талант, а у тебя, ну, не дано мне, ну, не дано, чувак, ну, очень жаль, что я тебе могу сказать. У меня нет с этим проблем, да, у меня все нормально. Самое интересное, для кого-то, понимаешь, как бы нормой считается, что, смотря что считать нормой, для кого-то нормой считается 20 тысяч в месяц зарплата, там, для кого-то считается нормой каждые выходные бухать пим с друзьями, для кого-то считается нормой сотка зарплаты в месяц, почему нет? Но при этом у него работа, дом, ну, максимум, тренажерка, ну, то есть, он как белка в колесе, то есть, и еще он пользуется услугами проституток. Ну, как бы, все круто, конечно, иногда проститутки, если ты зарабатываешь сотку в месяц, могут быть неплохими, ну, как бы, не в Москве, а в каком-то небольшом городе. Но прикол в том, что у меня вопрос к тебе, ты жену тоже собрался среди проституток искать? Ты вызовешь, скажешь? Эта, не, не, вот эта, вот эта, с большими сиденьями, она будет моей женой, короче. То есть, не будет такого, ты об этом прекрасно знаешь. Я живу в маленьком городе, и мне кажется, что у нас мало красивых девушек. Все друг друга знают, что подумают окружающие обо мне. Ты знаешь, вообще, окружающие, они только тем и занимаются обычно, что они о тебе что-то думают. Ты не заметил этого? Я вот, когда хожу, думаю, что же вы как заебали окружающие? Выходите и только обо мне думаете, а? Да, окружающие вообще охерели, да? Вот, смотри, ну на самом деле я согласен, в твоем городе нет женщин, потому что, в принципе, в любом другом их тоже нет. Вот, то есть, нету. Что тебе сказать? Я не знаю даже, что здесь сказать. Смотри, я считаю, в каждом городе есть девушки. Я считаю, что если мужчина сильный, сильный духом, то ему все равно, что подумает окружающий. Только окружающие, это серая масса, которая все равно так или иначе будет тебя обсирать. То есть, если ты только чуть-чуть поднимешься над ними, будешь больше зарабатывать, или найдешь себе девушку, или поставишь какие-то цели там, или что-то еще, они будут все равно говорить, что ты мудак, потому что они ничего не делают. А ты начал как-то подпрыгивать над ними, им это не нравится, потому что окружающим всегда это будет не нравиться. Насчет того, что нет девушек, ну не надо врать, чувак. Даже в том селе, где я родился, село Красный Яр, Самарской области, то есть вот, ну на выходных там можно встретить каких-то студенток, которые возвращаются с города, там, ну, к родителям. То есть, я там тоже встречаю иногда красивых девушек. Если некоторых из них отмыть, не знаю, подарить им шубу, там, причесать, сводить в салон красоты, можно хоть сейчас жениться, там нормальные девчонки, что ты гонишь. Так, а вдруг после того, как я попробую и мне понравится, я не смогу влюбиться в одну, ведь их будет очень много, а они все хорошо, хорошие. Смотри, для того, чтобы влюбиться, нужно ее сначала найти. И прикол в том, что, ну, как я себе представляю, чтобы что-то найти или кого-то найти, или что-то получить, надо четко и конкретно сформулировать у себя в голове, что это должно быть. Какая машина, какого цвета, не знаю, сколько там лошадей и так далее. Какая девушка, то есть какой-то образ женщины. Вот, и, соответственно, как ты сформулируешь четкий образ, если у тебя нет какого-то выбора. Поэтому на какое-то короткое время, да, тебе придется погрузиться с головой вот в этот процесс, тебе придется окружить себя этими женщинами, раствориться в них, чтобы понять, что в них нравится, вовлечь каждую из них в какое-то общение с собой. То есть с кем-то просто заниматься сексом, с кем-то поехать на дачу разгрузить коробки, с кем-то поехать на пикник, с кем-то пойти в театр. То есть с кем-то просто общаться. Тебе надо как можно больше включить их в свою жизнь, чтобы понять, что вообще тебе нужно от них или от нее. Тогда у тебя сформируется конкретный четкий образ, тогда ты сможешь быстрее найти ту, которую хочешь, ты ее реально быстрее притянешь. Так что, ну и плюс у тебя не будет 300-400 женщин, я считаю, что это тебе не нужно. Поэтому не надо пугаться, что после того, когда ты пройдешь онлайн-тренинг, у тебя там, ты превратишься в Казанову и так далее. И тебя сожгут, кстати, местные в каком-нибудь городе Волгограде или там, не знаю, Саранске. Ты просто будешь сожжен на площади мужьями чужих, чужими мужьями за то, что ты соблазнил их жен там или что-то еще. Онлайн мне не поможет. Чувак, ну в этом случае я могу сказать, что тебе тогда уже ничего не поможет. То есть, если ты считаешь, что тебе нужны пинки, ну тогда привет, передавай пенсии там самому себе в 60 лет нищему пенсионеру, если, конечно, в наше время еще пенсию не отменят к этому времени. Потому что люди, которым нужны пинки, это тот скот, который все время нуждается в том, чтобы его били этим кнутом. То есть, это те, которые работают за копейки, хавают любые понижения зарплаты, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это те, которые привыкли, что я действую, я шевелю своими булками только тогда, когда меня пинают. Ты можешь с таким же посылом приехать на индивидуалку, после этой индивидуалки я тебя распинаю, но ты, оставшись без этих пинков, через неделю превратишься опять в то же самое, чем ты был до этого тренинга. Поэтому, если ты считаешь, что онлайн тебе не поможет, тебе не поможет ничего. Как-то так. То есть, кто хочет, чтобы ему помог, он книжку будет читать и прям по шагам делать из книжки, что там написано. Будет подглядывать. Вот человек взял, купил блокнот, пишет в блокнот. То есть, потому что ему это надо, ему это поможет. Сейчас, заканчиваем. Дорого пишут. То есть, если ты считаешь, что 8 990 это дорого, ну, это печалька еще раз. Потому что, ну, ты сейчас скажешь, что у вас в Москве, а у нас не в Москве, чувак, дорого стоит, не знаю, авианосец, дорого стоит, блядь, новый Porsche Panamera, ну, там, 10-12 лямов это немало, да, там, дорого стоит квартира в Москве, дорого стоит, хер знает, хрустальный, я не знаю, хрустальный чайник какой-нибудь, блядь. 8 990 это, по сути дела, ну, два похода к проституткам, ну, в каком-то городе-миллионнике. За то, чтобы получить доступ к новой жизни, такой, о которой ты даже не мог мечтать, 8 990 это дорого, ну, извини. Тогда еще хочу, чтобы ты подумал, какой женщине будет нужен мужчина, который не сможет найти на собственное развитие, да, 8 990. Ну, печалька. Я, к сожалению или к счастью, не могу приехать, дать тебе денег, чтобы ты заплатил за мой тренинг. Наверное, тогда я тебе не смогу помочь. Я уже не молод, что мне, чтобы бегать за девушками, это не солидно. Ну, не солидно сиди дома и смотри, как другие бегают за девушками. Самому старшему клиенту было 54 года. Плюс, ну, бегать тебя никто не заставляет в прямом смысле. Побегать придется только недельку-две и все. А потом, как бы, плюс смотри, этот онлайн будет рассчитан больше на отношения. То есть мы интегрировали туда задания для любой возрастной категории. То есть потом, ну, как бы, ты поймешь, что нужно делать для того, чтобы девушки сами тебя открывали, чтобы они нормально с тобой общались и так далее. Ну, то есть бегать за ними не придется. Как раз это и для того, чтобы ты перестал за ними бегать. Мне нравятся парни. Тут кто-то написал. Блядь. Это не к нам. Пожалуй, это единственный аргумент, который я не смогу сейчас обработать просто. Блин, ну, круто. Ну, блядь. Я не знаю, что сказать. Ну, то есть, наверное, вот в этом случае мне нечего сказать, мужик. Поэтому я вот даже думаю, это шутка или нет. Давай, смотри, значит, осталось меньше двух недель. Седьмого стартуем. Все подробности и вся информация по дням, что будет в первый день, что будет во второй, в третий. По ссылке, которую ты видишь под этим видео. Заходишь, пролистываешь вниз. Там написаны подробности по каждому из дней. И плюс еще важная новость. Если тебе хватило... Я вообще сказал про вебинары, Антон? Похер, будет отдельное видео про вебинары. 27 марта у нас будет бесплатный вебинар «Вопрос-ответ», посвященный этому тренингу. То есть, я буду отвечать на твои вопросы, только интересные. Заготовь их заранее. 27 числа в 20.00 по Москве. Все, увидимся на вебинаре, на онлайне. Это был Шамшурин. Пока.